Здравствуйте, друзья! Сегодня 27 июня, и я вас приветствую на канале Моя Дача. Сегодня я решила срочно поработать вот с таким препаратом, как фитоспорин. Всё дело в том, что у нас вчера был очень сильный ливень, очень сильный ливень, сильно залило мой огород, и землю, и овощи, и мои все растения. Сейчас они много получили влаги, и поэтому вся эта влага поднимается вверх, а днём у нас было 34 градуса тепла и яркое солнце. Сейчас у меня, сейчас если мы посмотрим, если я увижу, сейчас у меня здесь 30 градусов, даже 31 градус тепла. Вся эта влага поднимается вверх прямо на мои листья, на томаты, на перцы и на огурчики, особенно на огурчики. Поэтому я сейчас сделаю, проведу такую работу. Вот у меня пакет фитоспорина, это паста, и теперь я хочу сделать, распустить её, из неё сделать рабочий раствор. Так, ну, рабочий раствор, конечно, все знают, как делать, но на всякий случай можно ещё посмотреть, как делаю это я. Что здесь написано? Я не отхожу от рецепта, который они нам дают. Это паста, чёрная паста. И здесь пишется, что одна часть пасты и две части воды. Здесь у меня 200 грамм пасты. И вот я приготовила 400 миллилитров воды. Теперь я буду разводить. Разводить я буду вот в такой литровой банке. И размешивать. Ну, сейчас вы увидите, как я это делаю. Я разрезала пакет. Здесь ещё один пакет. И вот теперь самая тяжёлая работа будет это вот эту чёрную пасту выложить в литровую банку. Здесь её мало, всего 200 грамм. Ну, вот посмотрим, как это у меня будет получаться. Не буду занимать время. Отключу на это время камеру. Вот, друзья, вот выгребла я. Вот пока все три стороны я не разрезала, она не хотела выходить. И вот ножом просто выдавливала. Конечно, без перчаток здесь не обошлось. Ну, таки я справилась с этой работой. Теперь этот пакетик я далеко убирать не буду. Я его просто положу ещё в водичку. Пусть он здесь мне полежит. А потом я положу в водичку. Итак. Моя паста. 200 грамм. И вот, теперь я буду заливать водой. Но, как я буду заливать водой? Вот, смотрите, я по чуть-чуть буду заливать водой. Вот у меня такая лопатка есть. И теперь я буду стараться вот так вот разминать. Она не сильно сухая, но всё равно. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Вот так. Буду разминать её. Если залить сразу водой, это будет долго и нудно будем размешивать. А вот если понемножечку доливать и доливать, доливать, оно будет нормально. Я вспомнила, как я варю себе какао. И точно такой же процесс у меня. Сухое какао засыпаю пару ложечек в чашку и доливаю по чуть-чуть водички. И это какао я размешиваю, размешиваю, доливаю водичку, размешиваю. И получается такая красивая смесь, жидкость, когда уже можно будет варить какао. Вот точно здесь такой же принцип. Понемножечку, понемножечку буду вот так вот доливать и размешивать. Так, делаю паузу и потом уже покажу, когда я уже почти ее размешаю. Ну вот, друзья, не прошло и часа, как я свою работу выполнила. Размешала, размешала полностью, размешала весь свой фитоспорин. Подписала. Поставила дату для того, чтобы все в голове не иметь. Так, что я еще сделала очень полезного? Так вот сюда, в эту миску вот в такую положила я пакетик и нож. Это тоже очень хорошее дело. Приготовила я ведро воды. Дождевая. Добра у нас было вчера такой сильный ливень. У меня есть много теперь дождевой воды. Вот. И теперь я буду опрыскивать опрыскивать свои томаты. Ну, немного сегодня, но немножечко попозже. пока солнышко у меня зайдет сейчас в 6 часов вечера. Сейчас я точно скажу, сколько у нас время. не видно время. Ну, а сейчас я вам скажу, время 16.56. 16.56. Подожду до 7 часов вечера и в 7 часов вечера проведу опрыскивание своих томатиков. И, как всегда, как рекомендуют, 2 чайные ложечки, ну, пишут 1-2, я возьму 2 чайные ложечки вот такого черного дегтя, раствора черного с гуматом. Тут гуматовые соли. И приступаю, приступлю к опрыскиванию. Как я буду опрыскивать? Ну, это уже детали. Так, друзья мои, на этом я такое маленькое видео закончила. Ну, надеюсь, может быть, оно кому-то будет интересным. Может быть, кто-то тоже посмотрит и скажет, а я делаю совсем по-другому. А я делаю не так. А как вы делаете, я бы хотела почитать. Пишите мне комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и приглашаю вас на следующее видео. А следующее видео, надеюсь, будет интересным. До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok